Здравствуйте! Вы смотрите новости. О том, что важного и интересного произошло в Оренбурге, вам расскажут корреспонденты городского телеканала ЮТВ и я, Наталья Богданова. Но сейчас перейдем к главным темам выпуска. Заявлениями о рейдерстве в предпринимательской среде заинтересовалась прокуратура региона. На рынке снова появляется опасная незамерзайка. Оренбуржцам предлагают сделать селфи в музее. Подробнее об этих и других новостях расскажем далее в выпуске. Евгений Арапов останется под домашним арестом. Областной суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры о возвращении экс-мэра в СИЗО. 6 января Ленинский районный суд отправил экс-мэра под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала это решение, аргументируя тем, что на свободе Арапов сможет оказать давление на свидетелей или даже скрыться от силовиков. Однако суд поддержал позицию защиты, и Евгений Арапов останется под домашним арестом в своем доме в поселке Ростыши. Покидать его экс-мэр может только для посещения врача и следователей. Прокуратура области проводит проверку по факту появления сети в виде обращения оренбургских предпринимателей. Напомню, что накануне семь представителей бизнес-среды обратились за помощью к президенту России и генеральному прокурору страны. Они утверждают, что их бизнес был захвачен сторонними лицами. По словам предпринимателей, они прошли через все инстанции, но не смогли добиться справедливости. Просьбы к президенту и генеральному прокурору стали последней каплей для многих из них. Один из участников видеообращения согласился ответить на вопросы нашего телеканала. У меня конкретно два дела. Значит, первое дело – это пожог дилерского центра на Загранном шоссе. В 2017 году в результате был нанесен ущерб более 10 миллионов рублей. В прошлом году появилось арбитражное дело. Якобы я явился поручителем между двумя компаниями на 130 миллионов. В видеообращении предприниматели называют конкретные имена членов предполагаемой реддерской группы. Подробных комментариев проверки в прокуратуре пока не дают. На сайте ведомства говорится следующее. В ходе надзорного мероприятия будут проверены все доводы бизнесменов. В случае выявления нарушений норм законодательства прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на защиту и восстановление прав предпринимателей, обеспечение комфортных условий для их деятельности. В Оренбуржье нашли мать, бросившую новорожденного ребенка умирать на дороге. Она сама связалась со следствием. Отметим, что накануне у всех жителей с поселка Нижние Кузлы и Пономаревского района взяли ДНК-анализ на установление материнства. Напомню, что 10 января в селе Нижние Кузлы местные жители нашли на дороге около жилого дома тело новорожденного малыша. Как сообщает следственный комитет, женщина утром 9 января самостоятельно родила ребенка. На учете в женской консультации она не стояла. В настоящее время она задержана и допрошена. Женщине грозит наказание от двух до четырех лет лишения свободы, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Специалисты Роспотребнадзора выявили на рынке опасную стеклоомывающую жидкость. Некоторые виды, так называемые незамерзайки, содержат больше допустимого уровня метилового спирта. Незамерзайка Ice Drive из Рязани и зимняя стеклоомывающая жидкость с маркировкой минус 20 градусов по Цельсию из города Малая Вишера опасна для человека. В них нашли больше метилового спирта, чем допустимо. В первую очередь при покупке стеклоомывающей жидкости необходимо обратить на состав. В его составе не должно быть метилового спирта. Метилового спирта достаточно 5-10 миллилитров при приеме внутрь, когда может быть утрата зрительной функции. Более 30 миллилитров уже может привести к смертельному исходу. Специалисты рекомендуют покупать незамерзайку в установленных местах торговли. Внимательно изучить этикетку продукта, особенно его состав. Во-первых, в официальных магазинах вся незамерзающая жидкость должна пройти санитарно-эпидемиологическую проверку. Цена будет отличаться от тех, которые находятся на улице. Во-первых, то, что здесь немножко градус будет пониже, но, соответственно, цена будет подороже. О фактах обнаружения опасных для здоровья стеклоочистителей просьба сообщает по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Канатная дорога в Оренбурге больше не работает. Подъемник перестал функционировать из-за нерентабельности. Канатная дорога находилась на балансе управляющей компании лифтовым хозяйством. В прошлом году лифт-сервис обратился в администрацию с просьбой расторгнуть договор. Компания больше была не в силах нести убытки. За 5 лет с 2013 года по 2018 год мы вложили в эту канатную дорогу 3,5 миллиона рублей. Собственные прибыли. Только за первую кварту 2018 года на канатную дорогу она принесла убытков 495 тысяч. Затраты основные. Это электроэнергия, это охрана, это техническое обслуживание. На канатной дороге надо или увеличить пассажиропоток в 1,8 раза, или же поднять тариф. Вот чтобы образно было понятно, да, значит, для того, чтобы прийти к безубыточному состоянию, то есть с нулевой рентабельностью, надо, чтобы проезд в одну сторону для взрослого пассажира был 90 рублей. Срок договора на обслуживание канатки истек. Новый еще не заключили. В мэрии пояснили, что на совещании у первого замглавы Оренбурга Сергея Чуфистова должны обсудить дальнейшую судьбу канатки. У нас была эйфория, конечно. Мы, в принципе, думали, что, ну вот, здесь будет поток, будет большой еще раз. И все-таки, может быть, даже деньги-то появятся у нас. А тогда, вот в 2006 году, не очень было с деньгами, тоже хорошо. Но она не получилась. Убытки 500-600 тысяч каждый месяц. Функцию перевозки, ну-ка, перевозчик, она не выполняет. Как, допустим, автобусы, все это. Это просто экзотик. Напомню, что канатная дорога в Оренбурге появилась в 2006 году. Ее длина составляет около 230 метров. Два фуникулера курсируют между остановочными пунктами, встречаясь примерно на середине Урала. На другой берег можно было попасть всего за две минуты. За декабрь 2018 года и первую половину января 2019 возросло число мошеннических преступлений в интернете. Об этом сообщает портал нак.ру. При этом хитрость и находчивость мошенников только возрастает. Бороться с преступниками в сети решили и оренбургские школьники. Как, расскажем далее. Суть нашей акции заключается в том, что мы снимаем какой-то ролик, посвященный своим бабушкам и дедушкам, где рассказываем им об основных видах мошенничества и предостерегаем их от этого. Не открывайте двери незнакомым людям, будьте бдительны, не отвечайте на сообщение незнакомого номера. Сообщайте свои персональные данные незнакомым людям, такие как номер телефона, номер карты или паспортные данные. Вот ребята могут показать свои ролики, распространить их в месте жительства, где они живут, или их бабушки, они там могут собраться, семейцы посмотреть и рассказать им о том, какие виды мошенничества бывают и как от них уберечься. Результат совместного творчества и МВД, и областного дворца имени Виктора Петровича Полиничко, и российского движения школьников придумали и решили реализовать. Ребята активно откликнулись, активно снимают такие ролики, направляются своим бабушкам, дедушкам, чтобы их обезопасить и чтобы бабушки не реагировали на те виды мошенничества, которые у нас сейчас очень широко распространены. Берите себя, мы вас любим! В Оренбурге стартовал Кубок области по фигурному катанию. Соревнуются юные спортсмены и спортсменки. Как прошел первый день соревнований, узнала Анастасия Клесова. Сегодня соревнуются спортсмены не только из Оренбурга, но и из других городов. Оренбург же принимает гостей из Уфы, Москвы и Челябинска. Юные фигуристы покажут короткие программы по одиночному катанию. Кубок области является отборочными на первенство России по старшему возрасту. Старший тренер подбадривает подопечных и считает, что шансы на победу высоки. На разминке не обошлось и без падений, но саму программу каждый фигурист откатал практически без ошибок. Все спортсмены, естественно, надеются на победу, но считают, что до идеала им далеко. Я смелость получаю, весело порой, соревноваться с другими участниками. А чего ты вообще ждешь от результата? Победы. Я выношу эту музыку сама, но, конечно же, согласовалась с другим. На четверочку с минусом. Ну, можно было, конечно же, лучше. И нечем, я хочу продвигаться в фигуре катания и получать свои результаты. Главное – набрать хорошие баллы, побить свои рекорды, и чтобы понравилось судьям. Думаю, со своим прокатом, если все часто сделаю, еще эмоции покажу, то могу на 45-46 прокатать. У меня в короткой я катаю она Каренину, а в произвольной у меня Фламенко. Жюри конкурса подведут итоги Кубка области только в четверг. Спортсмены уже сейчас с волнением ждут результатов. Это соревнование определит их дальнейшую судьбу. Смогут ли они попасть на первенство в России и показать себя, или будут ждать следующего шанса? Анастасия Клесова, Федор Бородатский, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржцев призывают сделать селфи в музее. К акции с таким названием присоединились к культурным учреждениям нашего города. Ежегодно в этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют культурные снимки. Международная акция селфи в музее проходит по всему миру уже шестой год. Люди делятся в социальных сетях снимками, сделанными на фоне зданий или экспонатов. Ее инициаторы – авторы блога Culture Games. Подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер. Целью акции стало включение музеев в современную информационную среду. Сюжет для селфи может быть какой угодно. Кто-то ищет интересные ракурсы и эффекты освещения, а кто-то копирует позы экспонатов. Главное – не нарушать правила пребывания в культурном учреждении, не использовать при съемке вспышку и следить, чтобы экспонаты попали в кадр. Мы хотим, чтобы фотографии были наиболее креативны и показывали, наверное, самые интересные работы нашего музея. Это просматривают сотрудники нашего музея, научно-просветительский отдел. Мы выберем самые лучшие фотографии и опубликуем их на этой неделе в наших группах в социальных сетях и на сайте. Мы подготовили вот такие маски для селфи, то есть это прикладывается к лицу и делаются такие забавные фотографии. Оренбургский областной музей изобразительного искусства день акции назначил на 17 января. При публикации снимков используйте хэштеги «Музейное селфи», «Музей из Оренбург», «Мюзем селфи». Валерия Шарова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Временно исполняющая обязанности губернатора Владимирской области Марина Чекунова посоветовала сотрудникам аварийной больницы в городе Струнино помыть полы и повесить занавески. Почему фраза чиновницы взбудоражила общественность узнал наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите рубрику «Из России с любовью». Здраво, меня зовут Мирка Здравич. Жители города Струнино Владимирской области жаловались, что отделения в их больнице начали закрываться. А потому им и приходится ездить в соседние города. Десять детей и восемь внуков после закрытия детского отделения в Струнино Анне Погодиной приходится ездить в соседние Александров на электричке. Ни лекарств, ни докторов, ни оборудования жители боялись, что совсем останутся без больницы. Потому-то и решили обратиться к местной администрации. И в итоге дошли до самого Владимира Путина во время июньской прямой линии. Тогда Путин ответил. Это нужно будет решить на региональном уровне с губернатором, с муниципальными властями при поддержке Министерства здравоохранения. После того, как оно обычно и бывает, глава Минздрава поручила проверить наличие лекарств и уровень обслуживания злополучной больницы. СМИ писали, мол, все тип-топ, ремонт в больнице уже начался. Однако совсем недавно... Во Владимирской области сорвали поручение президента, которое касалось ремонта и переоснащения крупной больницы в городе Струнино. Это так неожиданно. 11 января временно исполняющие обязанности замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова и другие чиновники из правительства Владимирской области приехали в больницу Струнино, где встретились с врачами. После выслушивания жалоб Чекунова ответила. Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты они, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы. Аттракцион неслыханной щадрости! Фразу о бахилах и занавесках пользователи сети приняли не особенно тепло. После того, как видео с Чекуновой разошлось по интернету, депутаты начали угрожать невозможным лечением должности. И вот теперь, по ее инициативе, 14 января в больнице Струнино прошла генеральная уборка. Непонятно, правда, как это решит проблему с бедственным положением больницы и нехваткой средств. Но зато можно точно быть уверенным в одном. У больницы будут новые занавесочки. До скорых встреч! На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете посмотреть на нашем сайте utv.ru или в мобильном приложении UFANET TV. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго! Оставайтесь на UTV! Субтитры подогнал «Симон»!